Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота, 11 декабря. Я рад вас всех приветствовать. Вообще, у меня такое впечатление, чем больше я слежу за текущими событиями, тем больше у меня появляется подозрение, что скоро мне придется, не дай бог, выступать как Совинформбюро во время Великой Отечественной войны, то есть на ежедневной основе, поскольку события, они нагнетаются и все ускоряется в своем безумии. Но сначала пару коротких замечаний, заметок. Ассанж, как вы, наверное, все знаете, слышали, суд в Лондоне принял решение, которое открывает дорогу для его депортации, еще там есть у него маленькая возможность, но вряд ли она ему поможет, то есть, скорее всего, он в ближайшее время окажется в Соединенных Штатах Америки. С моей точки зрения, это важно почему? Потому что, во-первых, Трамп и его ближайшие помощники должны вздрогнуть, потому что, вы помните, Мюллер и все эти расследования, которые проводились в Вашингтоне по поводу помощи России Трампу для выбора, для избрания президентом, был установлен факт этой помощи, но не смогли доказать так называемый сговор, то есть, координацию между Трампом и его людьми и представителями России в той кампании, которую российские представители проводили в Соединенных Штатах Америки. Это уголовное дело для тех в Соединенных Штатах, кто занимался этим делом, если он занимался. Так вот, в центре всего этого стоит Ассанж, потому что через него российские спецслужбы реализовывали ту информацию, которую они получили путем хакерских атак на различные серверы в США. То есть, он был бочком, или, выражаясь на оперативном сленге, каналом реализации активных мероприятий. И я практически уверен, что он делал это сознательно, как агент влияния, и не только агент влияния, потому что он также сыграл существенную, очень важную роль в организации вербовки Эдварда Сноудена, или, скажем, мягко даже, достижении договоренности между ним, когда он оказался уже в Гонконге, и представителями резидентуры российских спецслужб в Гонконге, о том, что он перебирается в Москву и начинает сотрудничать с ФСБ. Потому что Сноуден позвонил Ассанжу, и Санж его вывел на российское представительство дипломатическое в Гонконге. Ну, а о том, какой удар по национальной безопасности Соединенных Штатов нанес Сноуден, я вам уже рассказывал и неоднократно. Второе интересное событие. Военные средства массовой информации, работающие на Пентагон, сообщили, что на Аляске, неподалеку от местечка Фэрбэнкс, закончено развертывание станции раннего обнаружения космических объектов, которые, ну, раз на Аляске вы понимаете, которые могут потенциально лететь с территории Российской Федерации. То есть, речь идёт о баллистических ракетах, включая, если они есть не только в мультиках, а появятся в реальной жизни, даже гиперзвуковые ракеты. По словам источников из Пентагона, которые цитируют американские издания, радары этой системы обнаружения позволят засекать в космическом пространстве объекты величиной в бейсбольный мяч. Считается прорывом. Развертывание закончено. Понадобится на его полное испытание примерно год. И в начале 2023 года эта станция начнёт работать. То есть, Пентагон считает, что это историческое событие в плане укрепления безопасности Соединённых Штатов. Ну, а теперь перейдём к главному. Когда разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки пришло к выводу о том, что Путин имеет план нападения на Украину, они основывали свои выводы на двух факторах. Первый внешний – это концентрация российских войск у украинских границ, причём практически чуть ли не по всему периметру. А не так, как в апреле, где это происходило только с одной стороны. Но это, как сказать, внешний фактор. Второй фактор – это активизация, это борьба на внутреннем фронте Украины. Это деморализация Украины, её населения, её государственных структур. То есть, это реализация той стратегии, которую ещё древние китайцы называли достижением победы без единого выстрела. И в этом плане американцы заметили существенную активизацию работы про-кремлёвских агентов влияния, ботов, троллей на украинском направлении. Но их работа даже оказалась заметной на территории Соединённых Штатов Америки. В частности, на прошлой неделе известная во всём мире одной из крупнейших информационных агентств мира Associated Press опубликовала статью, в которой говорилось, ну, дипломатическим языком, но фактически говорилось, что дипломатические представители Соединённых Штатов Америки собираются оказать давление на власти Украины с тем, чтобы они согласились с уступкой суверенитета или, в общем, суверенитета на части своей территории. Речь шла об уступках в Ордло. То есть, в плане её автономии, то есть, отдать значительную часть этой территории под управление так или иначе путинским ставленником в Лугандонии. Эти новости вызвали ажиотаж здесь, причём такой не то, что даже ажиотаж, а волну возмущения. Дошло до того, что сделали официальный запрос пресс-секретарю Белого дома Джейм Псаки, которая на это ответила. Значит, вопрос был сформулирован так. Правда ли это, что Соединённые Штаты сейчас оказывают давление на Украину, чтобы отдать суверенитет над частью территории России, над частью украинской территории в пользу Российской Федерации? Азиат Псаки был краток. Это абсолютная ложь. И в этой связи, значит, отмечается в Соединённых Штатах, в правительственных учреждениях, в экспертном сообществе активизация путинской кампании дезинформации в отношении Украины и в США, в Западной Европе, и в том числе в Украине. В Украине, с моей точки зрения, вот этот тезис, я как-то о нём говорил и раньше, но сейчас это стало опять актуально. Я считаю, что одним из тезисов вот этой дезинформации, одним из основных, является тезис о том, что Байден слил Украину Путину. Байден всё, Путин всё выиграл, Байден всё слил, Украина беззащитна. Ну, если об этом пишут роли, нам понятно, за 11.80, тут всё ясно. Если об этом думают, кричат и говорят граждане Украины, то я хочу, чтобы они поняли следующее. Допустим, ну, представим невозможное, Байден слил Украину Путину. Что в этой ситуации делать Украине? Значит, Байден слил. Ну, раз Байден слил, значит, всё, и НАТО тоже слило. Евросоюз тем более слил. Украина одна. Перед ней сейчас 100-тысячная группировка. Через месяц она будет 175 тысяч, группировка. Украина беззащитна. Что надо делать? Остаётся делать Украине, если Байден слил её, Путину. Выход один. Идти на прямые, сепаратные переговоры с Путиным. На каких условиях? Естественно, на условиях Путина. Это как раз то, что нужно Кремлю. Это победа над Украиной без единого выстрела. Это надо понимать совершенно ясно. Поэтому, знаете, когда вы слышите, кто-то вам говорит, Байден слил Украину, вы спрашиваете, а что дальше? Ну что, сейчас лубом об стенку будем биться, забывать будем, волосы на себе рвать. Какой смысл вот этих всех заявлений? Байден слил Украину. Тем более, что это неправильно. Я вам сейчас дальше расскажу, почему. Что касается представителя России, которые не являются закоренелыми, конченными Путинуинами, то, наверное, они понимают, что, если Путину удастся сделать то, что он хотел бы в отношении Украины, то есть, починить себе Украину, это самым ужасным образом, ну, после украинцев, отразится на россиянах. Потому что, расплачиваться за это, то есть, Россия превратится в страну-изгоя. В том числе экономически. У Путина и его друзей, у них кубышка. К 600 миллиардам государственные эти самые заначки в фонде, там, в различных фондах. Они выживут. Ну, в Европе поменьше покатаются по Европам и по Соединенным Штатам. Будут жить в России, но голодать не будут. А все тяготы лягут на плечи россиян. Поэтому, после украинцам, вторая большая категория людей, которым меньше всего нужна, вот эта победа Путина, ну, такая, виртуальная, потому что ее не будет, над Украиной, меньше всего нужна обычным российским гражданам. Ну, а теперь о сути тезиса. Он неправильен в принципе, потому что Байден не сливал Украину Путину. И основная стратегия администрации сейчас заключается в том, что, заключается в понимании, что крысеныш загнал себя в угол. Ему сейчас пока дают возможность выбраться из этого угла, не потеряв то, что называется лицом. Ну, принято называть лицом, не знаю, насколько она приемлема в применении к крысенышу, ну, пока дают такую возможность. В конце прошлой недели Москва сделала два демарша, однако фактически они начались, вот, демонстрация своего рода безумия Путина и Кремля, она началась еще до того, как началась нагнетаться обстановка вокруг Украины. Речь идет о памятном всем победе путинского оружия, когда они уничтожили свой собственный спутник, в результате образовалось полторы тысячи осколков, которые на низкой орбите сейчас летают вокруг земного шара и угрожают другим космическим объектам, в том числе станции международные, в котором находятся российские же космонавты. Американцы знали о готовящемся вот этом испытании против спутников оружия и предупреждали Путина, предлагали ему этого не делать. Путин сделал, американцы сделали стратегический вывод, очень важный для себя, что тем самым человек демонстрирует, что ему плевать на общепринятые стандарты поведения, ответственность больших, великих держав, плевать на последствия, то есть, мы здесь был такой, от Путина, от Кремля, мы можем это сделать, и мы это сделаем, потому что это мы хотим, короче говоря, он показал Кузькину матч, а-ля, а-ля, а-ля Путин, значит, мы с вами говорили, Каркаревский кризис-2, да, там была Кузькина матч, вот Хрущева, теперь Кузькина матч, у Путина, прямо как калька какая-то, и плевать на последствия, ну, в конце, вернее, с середины прошедшей недели Москва делает два дополнительных демарша, сначала МИД Российской Федерации направляет в американское посольство в Москве письмо, в котором выражается возмущение участившимися полетами американских самолетов в акватории Чёрного моря, появление кораблей там и так далее, то есть, было так сказано, что это предупреждение об опасных последствиях, которые могут привести эти действия, но окей, это ещё приемлемо, однако в пятницу Министерство иностранных дел Российской Федерации, это министерство, которое известно во всём мире как крупный оптовый перевозчик Кокса, и вот этот крупный перевозчик Кокса сделал американцам заявление, заявление Соединённым Штатам Америки и другим странам Запада относительно мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, тут важны слова, каждое слово, поэтому я вам буквально процитирую несколько фраз, ну вообще я должен сказать, что это беспрецедентный по своей наглости документ, я вот вспоминая из истории примерно в таких же фразах, Гитлер делал заявление накануне нападения на Польшу, а до этого накануне Мюнскитского соглашения, когда он потребовал возвращения Германии Судетской области. В заявлении МИД Российской Федерации говорится, что отношение к Западу подошло к критической черте. Ну что такое критическая черта? Это все. Или вы нам уступаете, или завтра война. Отмечается, значит, что нагнетание конфронтации в отношении России абсолютно неприемлемо. Но опять-таки абсолютно неприемлемо, или это все прекращается, или опять завтра война. В качестве предлога для нагнетания этой напряженности вот этих неприемлемых неприемлемых абсолютно действий в отношении России – это Украина. Дальше выдвигаются категорические требования. что меня вообще поразило. Ну ладно, там говорят, что они хотят, МИД, Кремль, они хотят заключить юридическое обязывающее соглашение с тем, чтобы НАТО не двигалось на восток. Окей, то есть, это значит не включение Украины туда, не размещение на территории Украины и других стран, входящих и не входящих в блок НАТО, ударных систем вооружений. И требует, вот это мне понравилось больше всего, требует, чтобы НАТО дезавуировало решение о совещании НАТО 2008 года, в котором сказано, что Украина и Грузия будут рано или поздно будут членами НАТО. То есть, таких резких, безапелляционных, серьезных заявлениях говорится о том, что если вы нас не ублажите, если вы нас не умер и творите, то ситуация дошла до критической черты и все. Мы на пороге большой войны. Причем объясняется все это опять с точки зрения невероятной наглости. В этом заявлении говорится, что да, у НАТО есть свой устав, свои правила, они принимают решения, что кого не будут принимать, свой состав, кого не будут, это их суверенное право, но утверждает МИД Российской Федерации. Есть же еще Хельсинские соглашения, есть еще Организация по безопасности сотрудничества в Европе, основанная на Хельсинском акте, в котором говорится, что безопасность в Европе, она безопасность для всех. Нельзя решать вопрос о собственной безопасности путем ущемления безопасности других государств. И это звучало бы как святая правда, это так и есть, и так это есть записано в Хельсинском акте, но цинизм и наглость вот это заявление состоит в том, что Россия является единственным государством после подписания Хельсинского акта, которое в 2014 году нагло растоптало, я говорил это давно уже в своих предыдущих видео, нагло растоптало этот Хельсинский акт, совершив агрессию против Украины и аннексировав часть территории другой страны. И теперь агрессор ссылается на Хельсинский акт, который он растоптал шесть лет назад, требуя обезопасить себя от жертвы агрессии. Уникальный по своему цинизму акт, повторяю, который напоминает мне то, что делал Гитлер, требуя возвращения в суде, а потом объясняя, почему ему нужен коридор к Данцику. Я думаю, что это не случайно, я давно заметил, что то, что делает Путин в своей политике внешней, и в частности в отношении Украины, это так похоже на то, что делал Гитлер накануне Второй мировой войны, не случайно, потому что когда он учился, когда я учился, а он учился, другие учились в Краснознаменном институте внешней разведки КГБ, там каждый специализировался на той стране, в которой он потенциально планировался для работы. Поскольку у Путина был немецкий язык, он специализировался на Германии, и, вероятно, среди его ближайшего окружения, в том числе экспертного, много людей, которые тоже специализировались на Германии, и которые знали вот эту всю историю. И теперь они буквально вот как реплика, шаг за шагом, чуть ли не фразы применяют те самые, которые в свое время, значит, использовала гитлерская Германия накануне Второй мировой войны. Прочитав все это, Вашингтоне, в общем-то, пришли к пониманию, что Путин и Кремль в целом, они не верят в то, что Америка и НАТО примут вот эти требования, особенно учитывая ту стилистику, тот контекст, в котором они изложены. То есть, это так крайняя черта, красная черта, которую Америка и Запад в целом просто не в состоянии перейти, потому что это противоречит самим основам западного общества и политического устройства. То есть, возникает вопрос, чего же тогда добивается Кремль, делая такие заявления? Но тут есть два варианта. Первое, это типа игра в покер, то есть, повышение ставки. Да, Путина здесь знают, у него даже погоняло такой есть мастер наглости, то есть, который он уже отработал неоднократно, вы все это знаете, неоднократно это все обсуждались на различных площадках в благосфере, и в частности, как особо это все проявилось в 2014 году, когда наглость была основана на надежде, что Запад слаб и не ответит. Это один вариант, да, что это повышение ставок, перед переговорами, а на переговорах они как-то так вот все где-то устаканятся. Но все больше, чем более нарастает наглость, и особенно вот эти последние два заявления, которые сделал Мин сначала американскому посольству, потом американскому правительству, они усиливают понимание здесь, в Вашингтоне, что на самом деле в Москве не рассчитывают, да даже думают, почти уверены, что Вашингтон не примет эти ультиматумы, это можно назвать ультиматумом, и что тогда? Тогда война. Ну, и вот здесь возникает вопрос, не сошел ли он с ума, потому что вышла статья Вашингтон пост сегодня, в которой практически говорится, что Путин впервые, пожалуй, в своей жизни поставил на карту свою карьеру, а можно сказать, свою жизнь. Вообще, для любителей тезиса, что Путин всех переиграл, я должен разочаровать, потому что происходит совершенно обратное. Путин вот этими, особенно вот этими идиотскими заявлениями видного перевозчика Кокса МИД Российской Федерации, он поставил Байдена перед лицом буквально единодушного возмущения и давления со стороны всех партий, которые есть в Соединенных Штатах Америки, демократов, республиканцев. И если есть скрепа сейчас, которая объединяет и тех, и других, это давление на Белый дом с тем, чтобы наказать обнаглевшего крысёныша. И Байден, может быть, Путин рассчитывал, что Байден с его не таким уже высоким рейтингом, хотя у Путина реальный рейтинг, я уверен, не выше, но может быть, рассчитывали, что с упавшим рейтингом Байден будет слабым и с ним можно будет справиться, но нет, в отношении Путина он усилил Байдена, потому что теперь весь Бомонд, вся политическая система и Дипстейт, Соединенные Штаты в Америке давит на Байдена для того, чтобы он приструнил взорвавшегося наглеца. Более того, он сплотил НАТО, Трамп, этот пудель, путинский пудель, четыре года разрушал связи между США и его главным союзником в лице НАТО, но теперь все вернулось на круги своя НАТО единодушно за Байдена. Где-то было растущее недовольство стран Восточной Европы, которые новоиспеченные членом НАТО в связи с тем, что Байден может быть где-то дал там слабину во время переговоров с Путиным и ничего подобного. С ними провели за последние несколько дней проведены разъяснительные беседы, они все поняли, им сказали, что ребята не волнуйтесь, ваша безопасность это наша первоочередная задача, она будет обеспечена. Недавно, не так давно Великобритания откололась от Европы, потом, ну, можно сказать, так грубо говоря, где-то кинули Францию с вот этой сделкой с подводными лодками Австралии, Франция была недовольна, но теперь это все нивелировалось, все это исчезло благодаря усилиям Путина, теперь Запад един как никогда, как это было в славные годы настоящей холодной войны, и все они требуют приструнить наглеца. Ну, и вот статья Вашингтон-Пост, это примечательная статья, потому что ее написал Дэвид Игнатиус, если у вас есть подписка на Вашингтон-Пост и возможность ее читать, эту статью, всем рекомендую, потому что Дэвид Игнатиус это патриарх американской журналистики, я помню, его звезда восходила еще в середине 80-х годов, когда я, работая под крышей корреспондента ТАСС, я освещал, как раз был аккредитован при госдепартаменте, и освещал работу госдепартамента, так вот, статьи Дэвида Игнатиуса были для меня как одни из самых любимых и информационных, потому что у него были, а сейчас еще больше, колоссальные связи в госдепартаменте, что касается ЦРУ, то вряд ли и в других агентствах американского разведывательного сообщества, то вряд ли еще есть журналист другой Соединенных Штатов, у которого они больше и лучше, то есть, это человек, который знает на порядок больше других представителей журналистского мира Соединенных Штатов, а главное, у него колоссальный опыт, он имеет анализировать и делать обобщения, которые недоступны репортерам, репортер, он фиксирует события, то, что произошло, а этот человек, он способен к абстрактному мышлению, и его выводы и анализ, как правило, оказывается удивительно, точны. Так вот, значит, Игнатиев в своей последней статье пишет, что идея, когда Байден пошел на этот телефонный разговор с Путиным, идея состояла американцев в следующем. Да, Красионер загнал себя в угол, но давайте поговорим с ним, устроим что-то вроде переговоров и дадим ему шанс, возможность выйти из этого угла, в который он сам себя загнал, по возможности сохранив свое лицо. И вот для этого ему предложили, значит, отодвинуть военный вариант решения этой проблемы насчет Украины. И давайте, давайте поговорим, давайте подискутируем, да, то есть, дипломатия вместо войны. Но то, что требует Кремль в последнее время, значит, оно свидетельствует о том, что человек, ну, наверное, обезумел и идет просто на рожон. Или же это сверхнаглость, человек решил сыграть последний, последний, это его последняя гастроль. Или же он все-таки играет как покер, поднимает ставки, чтобы потом все-таки отойти. Но чем больше он будет затягивать это, тем тяжелее ему будет выбираться из этого угла. Поэтому, значит, здесь все больше возникает подозрения, и даже не подозрения, а убеждения, что дело дипломатии не закончится, придется применить кулак. Игнатиус со всеми своими связями, со всей информацией, которую он получает, он пытается прогнозировать, что будет, если Путин реально не воспользуется данной ему возможностью свести все это дело к дипломатическим переговорам и действительно вторгнется в Украину. Значит, что его ожидает? Игнатиус, который знает о пакете санкции, которые были изложены Байденом Путину, которые еще усиливаются сейчас и финализируются в переговорах с западными союзниками, они разрушат экономику России и превертят ее в страну изгой. Значит, в финансовой сфере первый удар будет нанесен по Веббанку. Это банк, один из крупных в России, и это банк Кремля, Путина и его ближайшего окружения. Нанеся удар по этому банку, американцы считают, что это не затронет широкие слои российского населения, они думают о нем, чтобы это не затронуло большого количества россиян. Будет удар по Путину и его корышкам, так сказать. Но на втором месте, если этот еще месседж, то есть, американцы не привыкли эскалировать, извинчивать ситуацию шаг за шагом. Война, она не начинается с того, что бросается атомная бомба. Сначала начинается просто с обычного выстрела. Так вот, номером два на втором этапе стоит Сбербанк. А вот это уже серьезно, потому что, как пишут американцы, в Сбербанк это где-то 40-50% клиентов, это граждане Российской Федерации. И речь идет о отключении от свифта. Все, страна превращается в изгоя, финансовая система, она отделена от мировой финансовой системы, чтобы там россияне не создавали в качестве альтернативы. Альтернативу тоже отрежут, то есть, страна превратится в страну изгоя. И это уже затронет значительное число российских граждан. Поэтому сейчас возникает вопрос, как россиянам готовиться к этим событиям? Не имеет ли смысл вытаскивать свои деньги из российских банков, чем больше дело приближается к военной разведке, иначе потом с этими денежками придется расстаться. но дальше идет разговор о том, что северный поток 2, он прекращает свое существование, так и не приступив к работе. И большие вопросы остаются, возникают о северном потоке. Один и вообще, о поставках российских энергоресурсов в Запад. потому что недавно новоиспеченный министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербург посетила Великобританию, после чего Великобритания призвала своих европейских партнеров на континенте вообще отказаться от закупок российского газа. Путинская интервенция сделает это все вполне возможным. Значит, это вот удар будет по экономике страны. Экономика наконец-то, ему уже объяснили Путину, что произойдет то, что никогда не было. Самое страшное, ужасное предположение, которое когда-то делали по поводу санкций ЗАД, они станут реальностью и даже более того. Дальше, с военной точки зрения. Но здесь вот ситуация какая. Я знаю украинские военные политики, аналитики, они указывают, что украинская армия с 14 года она уже не та. Да, американцы отмечают, что сухопутные силы Украины значительно укрепились за этот период. Большая армия, большое количество призывников, то есть, чтобы ее победить исключительно на поле боя сухопутными силами, путинскому войску понадобится, может быть, не менее полумиллиона. Но проблема в том, что у Украины практически открыто небо. У страны практически нет противовоздушной обороны. Как я и говорил, когда мы разговаривали с вами о полете Байрактара. А в современной войне господство в воздухе неминуемо ведет к победе и на поле боя. То есть, на этот раз, как отмечают американцы, если Путин совершит агрессию, это не будет уже гибридная война. Ему не надо будет скрывать свое участие в этой войне. То есть, он применит не только сухопутные силы, но и авиацию, а возможно и ракеты. И в этих условиях, при полном господстве в воздухе, вот эта вся подготовка украинской армии на земле, она будет нивелирована. Как предполагают американцы, эта кампания может завершиться в течение нескольких дней. Кампания будет не такой легкой, как предполагает возможно Путин. Она будет кровавой, будет много грузов 200, но даже если украинские силы потерпят поражение, и даже если, ну вот он идет войска, на территории Украины, что дальше? Дело в том, что за последнее время в Украине подготовлено, прошли военную подготовку, это помимо вооруженных, те, которые в составе вооруженных сил, около 400 тысяч человек, на руках имеется около миллиона единиц оружия. В Украине американцы насчитывают 15, как они говорят националистических или патриотических формирований, которые очень мотивированы, которые хорошо подготовлены, то есть даже в случае оккупации части территории России, российских войск, если они там останутся, ждет ад, с высокой вероятностью того, что он будет перенесен через границу на территории не только Российской Федерации, но и Белоруссии. Россия не сможет выдавать все это за гиберидную войну и воевать путем, при помощи так называемых зеленых человечков. Американская разведка уже зафиксировала это официально, что Путин вооруженной силы готовится к войне. Это будет полномасштабная агрессия. И таково она будет признана мировым сообществом. Вопреки широко распространенному мнению вот эта война Путина против, нападения Путина на Украину совсем не нужна Пекину. Более того, американские аналитики считают, что Пекин будет в ужасе вместе с председателем Си. Они будут в ужасе, если Путин это совершит. Потому что тогда совершенно четко, если Россия союзник Китая, всячески набивается стать союзником Китая, то нападением на Украину Россия скомпрометирует Китай. Россия превратится в изгоя и вместе с ней в изгоя может превратиться Китай. Поэтому Китай это последнее, что нужно Китаю, это агрессия Путина против Украины. Ну и наконец, как пишет Дэвид Игнатиус, есть еще экс-фактор. А как отреагируют на эту войну россияне? Здесь американцы считают, что ситуация совершенно не радужная. то есть отделаться вообще без крови, как это случилось в Крыму или малой кровью, как это произошло на территории Ордло, сейчас не удастся. По оценкам американцев, в России всего 16% населения считают, что война против Украины поднимет рейтинг Путина, тогда как 31% считает, что наоборот, в результате этой агрессии, этой войны, которая будет сопровождаться кровопролитием и грузами 200, рейтинг Путина упадет. Таким образом, вот куда ни посмотри, везде обвал, везде облом. И единственное, что говорит о том, что Путин все-таки, несмотря на все это, сделает, совершит это безумие, это безумие, это реально безумие, то есть, сейчас считает, что он в таком состоянии, что он ставит на карту не только благополучие своей страны, вернее, страны, которую он управляет, но и свою собственную жизнь и политическое будущее. Я по-прежнему считаю, что это блеф. это нахоленок, которому все до сих пор сходило с рук, потому что ну не было не то, что единства западного мира в желании поставить его на место, не было даже планов это сделать, то есть, пока это даже не были санкции, это было так, ему грозили пальчиком. Теперь ситуация совсем другая, то есть, запад пришел к пониманию, что с этим человеком надо что-то делать решительно, потому что если он это сделает, то значит, он сошел с ума, а что делать с сумасшедшими людьми, показал вот Вторая мировая война, что их бюнхерскими всевозможными договорами не успокоишь, не усмиришь. Поэтому речь идет сейчас не о умиротворении, все должно по оценкам американских аналитиков решиться в ближайшее буквально время, это несколько недель, может месяц, два, но не более того, в течение которых станет ясно, принимает ли Путин данный ему шанс выбраться из этого крысиного угла, объявить себя победителем, его тролли будут кричать Путин опять всех кинул, но на самом деле вот просто ему дадут возможность уйти и все. Для Запада красные линии тоже обозначены путем официальных заявлений. Никаких гарантий о не расширении НАТО, ни включения туда Украины и Грузии он не получит, никаких гарантий, не говоря уже о письменных соглашениях, о не поставках оружия сопредельно с Россией страны и другие страны он тоже не получит. Ну вот, оно и все. Да, кстати, еще важно конкретное заявление, что никаких уступок, которые могли бы поставить под угрозу суверенитет и территориальная целостность Украины, никаких сделок по этому поводу не будет. В этой связи, кстати, значит, обращаю внимание, высказались по этому поводу два бывших американских посла в Украине, которые хорошо знают о проблемах взаимоотношения Украины с Путиным. Оба они уверены в том, что это блеф, а один из послов, посол Тафт, он, кстати, он, по-моему, если я не ошибаюсь, он был и послом в Грузии, то есть, он знает, что такое попытка Путина совершить агрессивную операцию против соседней страны. Так вот, он сказал, что после того, как президент Владимир Зеленский был избран президентом Украины, первым советом, который ему дал Тафт, не втягиваться ни в какие сепаратные переговоры с Кремлем, с Путиным. Это будет губительно для Украины. Украине стоит сейчас быть союзниками. Это как раз вот та тактика, которую осуществляет Байден и в отношении Китая, и в отношении Путина. То есть, коалиция, максимально широкая коалиция, и вот участие в этой коалиции, это и есть наилучшая стратегия для Украины в лице Владимира Зеленского. Буквально вчера прошло сообщение о том, что якобы администрация Байдена приостановила выделение дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов. Я не знаю, пока не слышал, как это комментируют российские средства массовой информации в Украине, но я хочу объяснить вам, как было дело на самом деле. Значит, в этом году Украине уже поставлено военного оборудования и летального оружия на сумму 400, около 400 миллионов долларов, и уже заряжено еще 50, уже готовы к отправке. То есть, в целом, это больше, чем когда-либо с 2014 года. Поэтому, когда он будет кричать, вот Трамп бы там помог, Трамп бы, еще раз, в этом году больше, чем когда-либо с 2014 года. Трамп дал ракеты Джевелин, которые были закрыты в Западной Украине на складах, и ключ от этого склада был американского сержанта, с одной стороны вроде бы дали, отчитались об этом, когда против Трампа начали импичмент за его давление на Украину. То есть, вроде бы дали, отчитались, а на самом деле ракеты были недоступны. Так вот, в октябре месяце этого года в Украину было поставлено 180 ракет Джевелин и 30 пусковых установок для них. Это больше, чем за весь предыдущий период с 2014 года. Вот этот пакет, который, как говорят, приостановлен, он не приостановлен, он просто еще окончательно не утвержден Байдена. Почему? Он готовился еще до вот этой видеоконференции Путина с Байденом. за несколько, по-моему, за месяц, что-то так. И он должен был пройти определенную процедуру. Вот он дошел до той процедуры, где Белый дом. Должен это все утвердить. Но тут договорились о разговоре Путин с Байденом. Поговорили. И договорились, как известно, о том, давайте попробуем решить вопрос дипломатическим путем. Поэтому, договорившись, давайте попробуем дипломатическим путем, и тут же запулить на Украину дополнительное вооружение на 200 миллионов, это значит, этот разговор не имеет смысла, который состоялся. Идея состоит в том, чтобы, давайте подождем, 2-3-4 недели, увидим, а это очень скоро будет, действительно ли есть надежды урегулировать вопрос дипломатическим путем. Если окажется, что нет, тогда уже готов гораздо больший пакет военной помощи Украины, который включает в себя многое из того, что просили украинские военные. А это включает в себя системы ПВО, противокорабельные ракеты, дополнительные дживелины, стингеры, системы радиоэлектронной борьбы и продвинутые какие-то там снаряды. Так что, в результате, еще раз напомню, стратегия состоит не в умиротворении. Путин сам себя губит. Наглость зашкаливает, и это работает не на него теперь, а против него. То есть, это та самая ситуация, когда Шариков настолько распоясался, что доктор Барменталь понял, что надо кончать. Пока у него есть несколько недель для того, чтобы воспользоваться ситуацией, ему дают возможность выйти из угла, куда он все разогнал, дипломатическим путем. Если нет, разговор будет другой. Вот такая вот ситуация нынче в мире. Поэтому я буду держать вас в курсе дела на регулярной основе. И не дай Бог нам с вами перейти в режим работы Совинформбюро. А пока пожелаю вам хороших выходных, счастья и удачи. Всего вам хорошего. Игорь Негода.